Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада вас здесь приветствовать! Сегодня в этом видео будет обзор моих покупок из магазина Ике. В частности, я купила вещи для организации хранения. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте себе чай, кофе и давайте начнем! Сначала я думаю покажу вещи, которые я купила просто в дом и в конце уже покажу органайзеры и коробки, которые пойдут у меня для хранения. Первый у меня тут лежат две подушки, они на стуле, которые у нас стоят на кухне. Стулья у нас из Ике, форма сидушки у них такая немножко нестандартная, поэтому подходят только вот такие подушки из магазина Ике. У них расцветки там есть разные, я взяла бежево-молочный такой цвет, верхушка это 100% хлопок, наполнитель, наверное, обычный поролон, но достаточно такой упругий, плотный. Есть удобные такие вот держатели здесь на липучках, соответственно подушка не ездит по стулу. Я стираю их в стиральной машине при температуре 30 градусов и с ними все нормально, не деформируется. Также я купила две обычные декоративные подушки. На днях я заказала пару наволочек в H&M Home, мне должна прийти посылка. И вот подушки пойдут в качестве наполнителя, размер у них 50 на 50. Так, также я купила вот такую маленькую бутылку обычную, чтобы брать вот с собой на улицу. У нее есть такая удобная ручка и удобно будет крепить на рюкзак с обратной стороны. Пять резинок на банке я купила. Банки я показывала в своем предыдущем видео с покупками. Там они мне пришли с оранжевыми резинками, поэтому, естественно, я решила их поменять. Как я уже сказала, в упаковочке ушло пять штук. Стикеры 90 штук в упаковке. Они бумажные, цвета там черный, белый и золотистый. Можно подписать различные коробки, контейнеры, банки даже, например, можно подписать на кухне. И в этот раз я купила еще вот такие стикеры. Они прозрачные, здесь 50 штук в упаковке, 25 маленьких и 25 побольше. Я вот думаю, может быть, мне их наклеить на банки со специями и, естественно, все их подписать. Так, пакеты. Ни одна моя покупка в Икеа не обходится без пакетов. В этот раз я купила маленький объем. Здесь 30 на 1 литр и 30 пакетов на 400 мл. Можно хранить абсолютно любые продукты и в том числе заморозку. Дальше у меня идут две маленькие ручки, точнее не две, а четыре. В упаковке две штучки. У меня на кухне есть жестяные банки, которые очень туго закрываются. И у меня всегда я мучаюсь, чтобы их открыть, потому что там нет ручки. И вот я решила их перекрасить в один цвет, чтобы они у меня гармонировали между собой. Сейчас они все разноцветные. И сверху вот думаю приклеить такую ручку, чтобы удобно было открывать. В общем, не знаю, такая у меня идея. И также я купила еще две вот таких декоративных ручки. Они металлические, кстати, достаточно такие тяжелые. А я хочу сама в домашних условиях сделать декоративный поднос из фоторамки. И вот для этих целей я купила эти ручки. Если у меня получится, я обязательно в ближайшее время выложу данное видео у себя на канале. Дальше я купила вот такое приспособление. Не знаю, как его назвать. В общем, оно крепится на вешалку и предотвращает вытягивание плечей. Если повесить, например, какой-то более тяжелый кардиган или платье какое-то тяжелое, то плечи, как правило, вытягиваются. А вот таким образом их очень удобно хранить. Подходит для любой вешалки. Взяла я четыре штучки. И стоили они, кстати, сущие копейки. Порядка 30 рублей, по-моему, если не ошибаюсь. И в шкаф еще купила маленький рейлинг. В ближайшее время буду организовывать там хранение. Уже продумываю варианты. И мне пришла идея разместить дополнительный рейлинг на нижнее основание шкафа. Сюда повешу дочкиные вещи. Они как раз невысокие, их мало. И вот буду задействовать, как говорится, все пространство в шкафу. Так, из покупок это, наверное, все. Я имею в виду, что в дом. Остальное коробки и органайзеры. Здесь у меня комплект из четырех обычных картонных лотков. Которые, как правило, идут для хранения газет, документов. Но я хочу их применить в другом месте. В ближайшем видео покажу, как я их буду использовать. Четыре картонные коробки купила. Этот картон уже выглядит более так внушительно, нежели чем вот этот вот простой, обычный, дешевый. Ну и стоили, соответственно, эти коробки чуть дороже. Мне нравится вот этот металлический ободок. Он определенно придает коробке более эстетический такой вид. Кстати, изначально в упаковке она выглядела вот таким образом. Достаточно компактно. Ее нужно собрать самостоятельно. Но там ничего сложного нет. За две минуты можно это легко сделать. И также есть вот такое металлическое окошко. Сюда можно приклеить стикер и подписать, что лежит в коробке. К тому же его можно разместить как здесь, так и с другой стороны. То есть в зависимости от того, какой стороной вы будете ставить коробку. В общем, Икея, как всегда, молодцы. Продумали все до мелочей. Я купила четыре штучки. С их помощью хочу организовать хранение вещей и документов в тумбе под телевизор, который у нас. Так, для шкафа я купила вот такой белый большой органайзер. У него размер 44 на 55 на 19. Из этой серии у меня уже есть такой органайзер. Только он в два раза больше. И хранится сейчас у меня под кроватью. Но я думаю, что в ближайшее время я его переставлю в шкаф. Потому что в шкафу места предостаточно. Мне нравится качество этого органайзера. Материал у него такой хороший. Лощеный. Это стопроцентный полистер. Его легко можно протереть тряпочкой. И особо пыль на нем не собирается. К тому же он белый и пыль не видно, даже если она там есть. У него есть удобная ручка. Можно вытаскивать. Также он на замке. И с боков есть дырочки, сеточки. То есть постоянная вентиляция воздуха идет. Я сюда, наверное, сложу какие-то сезонные вещи. Или вещи, которые не использую каждый день. И поставлю на самое дно в шкафу. Также я купила более симпатичный органайзер. Выглядит один вот таким образом. Размер у него 37 на 40 на 15. У меня уже такой комплект есть один. И я докупила второй. Чтобы мне две полки организовать в одном стиле. Этот органайзер выглядит вот таким образом. У него шесть отделений. Три более вытянутых таких прямоугольных. И три квадратных. С помощью этого органайзера удобно организовать... Можно удобно организовать хранение нижнего белья, например. Носков, каких-то небольших аксессуаров. Это стопроцентный хлопок. И также я купила два маленьких органайзера. Они шли в одной упаковке. Размер 20 на 37 и на 15. Выглядят они вот таким образом. И также я купила более дешевый органайзер. Если можно так сказать. Это уже идет стопроцентный полистер. Размер 20 на 51 на 10. Он достаточно вместительный. Выглядит вот так. Здесь ставятся пластмассовые прокладки. И форму он будет держать очень даже хорошо. Даже если будет пустой. Я хочу вот эти непримечательные органайзеры поставить к стене. В шкафу полки у меня очень глубокие. Мне кажется, там можно даже слона разместить. В общем, поставлю вот эти к стене. Более красивые, презентабельные. Ближе ко мне, скажем так. Чтобы когда открывала шкаф, видела красивые вещи. Но это также будет у меня служить вариантом для хранения. Опять же, каких-то вещей, которые не находятся в ежедневном использовании. И последнее мое приобретение. Я взяла вот такой короб. Точнее, купила две штуки. Размер у него большой. 33 на 38 на 33. Но, к сожалению, не угадала с цветом. Я думала, что он будет более такой бежевый. Вот наподобие этого цвета. Но он оказался больше какой-то песочный. Немножко даже как желта. И, соответственно, теперь у меня по цветовой гамме немножко несовпадение. В общем, не знаю, что мне делать. Возвращать, заказывать новые. Сейчас доставка у нас аж два месяца. Ждать еще два месяца я точно не смогу. Мне уже хочется быстрее все там организовать. Чтобы выглядело все аккуратно и красиво. Поэтому, наверное, буду использовать эти. Пусть даже по цвету не сильно не подходят. В последующем, скорее всего, просто поменяю. На сегодня у меня все. Если вам понравились мои покупки, обязательно ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И нажимайте на колокольчик. Тогда вам будет приходить оповещение о моих новых видео. Увидимся совсем скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok